Давид, здравствуйте, рад вас видеть, здравие, прекрасные комментарии идут на ваше последнее видео, мы продолжаем разговор о душе и ее, скажем так, путешествия, пребывания в ее плотном теле. Пожалуйста, Давид, вам слово. Да, я рад продолжить нашу беседу, приветствую всех наших слушателей, зрителей и с удовольствием отвечу на вопросы, ну и продолжим нашу беседу касательно пребывания души после покидания плотного тела. Ну и всегда, как и ранее, ответим на некоторые вопросы. Так, где-то я тут выписал. Наталья, добро, уважаю Давид. Вы знаете, так, я отношусь с большим доверием и благодарностью к вам. Если можно, не могли бы вы дать свою оценку так называемой Волгской группе и их контактам с тонким миром. Ну, Наташа, эта группа с космическим потоком, который принадлежит рептилоидному миру. Больше, так сказать, мы об этом думаем, что говорить не надо, а вы уж смотрите сами. Так, так, так. 4С. Благодарю за информацию, так интересная встреча с вами. Подскажите, пожалуйста, насколько достоверны книги «Мистика Сведенборга». Кто были его кураторы, кем в действительности он является. Сведенборг, да. Масон Сведенборг из Нижнего мира. Пребывает демоном в Нижнем миру, ученым. Его наставник – Архангел Александр. Все, что мы можем о нем сказать. То есть, сказать можно много, но я думаю, что это не стоит заострять на этом внимание. Анжелика Ветрова Звезда. Давид Николаевич, а почему я в период полнолуния или лунного затмения не могу долго заснуть и чувствую бодрость и остроту чувств? И вообще для меня Луна всегда имела особое значение. И талисман на моей шее лунница я ношу с легкостью и удовольствием. В основе действий плотного тела лежат химические процессы, которые напрямую связаны с энергиями, идущими из космических источников – звезд, планет, Луны, Солнца и так далее. Основная часть человечества живет в высокоэнергоинформационных вибрациях, энергии Солнца. Вот в одной из наших предыдущих встреч мы обсуждали эту тему. Луна, как мы уже говорили, излучает энергии не очень высоких вибраций. Ну, если проще сказать, Луна – это концентрирует низкая вибрационная энергия, агрессия, злоба и так далее. И если вам действительно интересен этот вопрос, относящийся именно к вам, то, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы совместно выясним, что влияет на ваше состояние в полнолунии. Вполне возможно, что именно этот талисман есть ключ к этим ощущениям. Это то, что мы можем сказать на ваш вопрос. 72.08. Доброго времени суток, уважаемый Медведик Николаевич, что вы знаете о женских кругах. Расскажите, пожалуйста, в интернете мало информации, хотелось бы узнать больше правдивой обоснованной информации. Как бы выразиться так, чтобы никого не обидеть? И все это изложить в одном слове – бордель. Информацию берут из разных источников. Мистика, магия, ну и так далее, и так далее. Нет единого источника у этой группы. 1H. Уважаемый Давид, расскажите, пожалуйста, что происходит после переливания крови, так и так далее, применения стволовых клеток, пересадки органов, процедур. В одной из наших предыдущих лекций мы говорили, мы затрагивали этот вопрос, правда, не раскрывали его широко и глубоко. Я думаю, что просто ответить на этот вопрос – это будет неправильно, и если его раскрывать, то это нужна полноценная встреча. Сегодня мы просто, думаю, на это не можем потратить все время. МВ-9А, 9-1 или 9А, я не пойму. Давид, хочу спросить, почему в молитвах мы рабы Божьи? Чтобы молитва не работала эффективно, в ее содержании нужно внести неточность. Примерно как в бочку меда вносят ложку дегтя. И в одной из наших предыдущих встреч мы говорили об этом более подробно. Лично мы не считаем себя рабами Божьими, так как мы дети Отца нашего Единого, Бога Всесильного. А дети, как вам известно, не могут быть рабами своего Отца. Надеюсь, если вам нужно подробнее это все, пожалуйста, обратитесь к нашим предыдущим встречам. Так, 59-59. А как влияют на детей и вообще игры компьютерные, где убивают всех подряд? Благодарю. И эту тему мы тоже обсуждали в одной из встреч ранее, более подробно. Поэтому сейчас мы просто утверждаем, что влияют очень-очень отрицательные. А вот кому и зачем нужно внедрить людям эти игры, это уж вы подумайте сами. Или обратитесь к нашей предыдущей встрече. 30-60. Ну вот, Давид опять про Подзорову. Да, она шоумен, посмотреть на бегущие глазки и так далее. Так, слышала, что гипноз отмирает, как вид. Мне Лукашенко очень нравится. Новости. Во, есть я, извините, я не читаю все подробно, беру просто выборочно. У них всего есть начало и конец. Давид, давайте ответим на взрослые вопросы. Есть ли у вас есть ответ, а конкретно о дельфинах, китах и беловодье? Ну, давайте, во-первых, скажем, что это три вопроса. Попытаемся вкратце, если удастся вкратце ответить на них, потому что вопросы очень интересные. Ну, сначала беловодье. Беловодье служит космическому миру. И истинной информации там примерно 32%. Более интересный, на наш взгляд, вопрос – это о дельфинах и китах. Так вот, имя руководителя расы дельфинов на планете Земля – Сон Тан. Дельфины на Землю пришли с планеты Мура, которая была разрушена в результате нападения с соседней планеты рыбовидных существ. Или мы их называем рептилоиды. Им нужна была интеллект, или им нужен был интеллект, заселявших эту планету. Кстати, это подобно колонизации нашей планеты сегодня. Они разрушили эту планету при помощи Большого взрыва. Планета входила в Межзвездный Союз, но не входила в Межгалактический Союз. Очень небольшую часть населения планеты Мура, примерно 10 тысяч особей с помощью энергетического потока переселили на Землю. Также часть населения этой планеты была переселена на другие планеты другими энергетическими потоками. И вот коренное, интеллектуально высоко развитие населения планеты Мура состояло примерно из 500 тысяч, населявших ее. Они общались ментально, не употребляя речи. То есть речи не было. Примерно то, к чему мы идем в результате нашего квантового перехода. Размножались, соединяясь тоже ментально. В семье могло быть несколько жен. Создавать могли детей мужского или женского рода по собственному желанию, но за один раз ментального соединения одного ребенка. Питались природными растениями. К сожалению, на Земле у нас таких растений нет. Жили как в воде, так и на суше одновременно. Есть были особи, кто в воде селился, были кто на суше. Жилища были созданы из почвы. Почва похожа на почву Земли. Они признают Творца Единого. И вот часть из них, как мы сказали ранее, попала на другие планеты. На нашу планету попавшая часть поселилась в воде, так как это было похоже на те поселения, которые жили в воде на их планете. Вот эта часть пришла к нам, поселилась в воде. Поселившись в воде, они поменяли свою систему пищеварения. И теперь питаются в основном рыбой. Живут в среднем 300 лет. Добровольно покидают плотное тело после выполнения отведенной в этой жизни им миссии. У дельфинов есть единый куратор. Имя его Мом, в настоящий момент. Он находится в плотном теле и проживает около 500 лет. Находясь в океане, у каждого дельфина есть жилище, которое он выбирает уже готовым, то есть он не строит жилище. Есть рот. Общение происходит при помощи звуков на частоте в районе 330 Гц. Также они могут общаться и ментально. Дельфины всегда приходят на помощь человеку, если видят в этом необходимость. Они легко отличают уровень, ментальный уровень человека. Дельфины или раса дельфинов очень-очень расстроены отсутствием разума у человека и сильно переживают об этом. Надо сказать, что души дельфинов не вселяются в плотные человеческие тела, как многие думают. Хотя уровень частоты вибраций у них находится на уровне человеческом. Это что касается дельфинов. Руководитель расы китов, имя его Варни. На землю пришли они с Сириуса. Из Млечного Пути направили на землю их для баланса природы. Общались они ментально. Сейчас общаются вибрациями в среднем, хоть на частоте более 450 Гц. на планете, откуда они пришли, то есть на Сириуса, не было технократического развития, подобно нашей Земле. На Сириусе проживало примерно 3 миллиона дельфинов. На Землю переселилось около 500 тысяч, но сейчас их уже намного меньше. Они признают Творца, у них есть разум. К сожалению, многие вещи, они не могут мыслить так, как люди. Обрабатывать эту информацию. Живут они семьями. Один муж, одна жена. Живут минимум 300 лет. Если же в семье погибает один член семьи, то второй может пригласить к себе, ну там мужа, если это жена умерла, или жену, если умер муж. Ну так, как и у людей, примерно. И в этом они похожи на людей. И ты, и люди имеют очень много общего. Они находятся в одной духовной цепочке. Но в настоящее время духовное развитие китов значительно выше, чем людей. Но как и у людей, у них слабо развит аналитический отдел головного мозга. Как мы уже сказали минуту назад. Они не понимают, что всегда нужно искать первопричину. Ну, например, они думают, что их уничтожают люди. Не понимая, что люди, как божественные создания, их не могут уничтожать. Следовательно, кто-то, вернее, тот, кому нужно дестабилизировать планету Земля, а, как мы сказали, киты были посланы для ее стабилизации, вынуждает людей уничтожать тех, кто пришел, как говорим мы, для ее стабилизации после большой войны. Войны, которая привела к изменению полюсов планеты и введению ее в нестабильное состояние. Вот этот вот, вынуждающий людей устреблять, истреблять дельфинов, управляет людьми и их руками уничтожает китов, извиняюсь, китов, и дестабилизирует состояние планеты. Киты строят дома для жизни. Они находят подходящее место и строят свое логово. У китов нет разделения по профессиям. Они абсолютно свободные сущности. Примерно такие, какие были люди в очень давнее время. Нет у них разницы в языке, в государстве, в границах, в президентах и так далее. Киты выбрасываются на берег из-за того, что изменяются идущие энергии к планете Земля. Идет разрушение старого мира. И выбрасываются те, кто не выдерживает новых идущих энергетических, высоко вибрирующих энергий. Примерно то же самое будет происходить с людьми. Или сейчас происходит с людьми. Многие не выдерживают этих энергий. Много заболеваний, много смертей и так далее. Очень важно, очень важно людям пробудить свой разум и соединить вибрации китов и людей. Таким образом мы сможем отстоять свою планету. Можно говорить об этом очень много. Это интересная тематика. Но, к сожалению, у нас есть еще и другие темы. Так, Светлана Ральдугина. Ральдугина. Давид, здравствуйте. Благодарю вас за ваш труд, знание, активное доверение, что вы можете сказать о книгах, о книгах о Рантии. Заранее благодарю Светлану. У Светланы информации переданы из разных источников, содержащихся в этой книге. Источник внеземной цивилизации из Светлого мира примерно содержится 15%. Из Космического мира примерно 18%. Из Нижнего мира примерно 21%. А оставшихся 46% – это несодержательная часть, то есть домыслы автора. Можете отличить, можете отсорбить, ориентировать, пытайтесь. Все в ваших руках. Так, благодарю, кто же такой у нас. 6Б. А также еще Екатерина. Один и тот же вопрос. Значит, 6Б Екатерина. Давид, что вы можете сказать про Валерию Кольцову? Она на тонком плане с кем общается. Она ведет сообщество Шамбала. Рассказывает разные истории. Жду с нетерпением. Добрый день. А что вы можете сказать про Валерию Кольцову? Екатерина. Что мы можем сказать? Получает информацию из Нижнего мира. Достановерность информации до 50%. Ее куратор, который передает информацию, это демон по имени Ашерон. Его специализация – синтезирование и, так сказать, синтез сознания. И он готов нам дать 30% истинных знаний. Мы в это не верим. Естественно. Ну, посмотрим. Подождем. Проанализируем. К сожалению, даже подписав контракт, Нижние о том, что сотрудничают со Светлым миром, Нижние не могут не лукавить. Ну, не могут, понимаете? Они это признают. Но не могут. Хотят, но не могут. Поэтому подождем, посмотрим. Так. Артур. Уважаемый Давид, сейчас очень много информации о плоской Земле. Прошу вас вызвать свое мнение. С уважением, Артур. Ну, Артур. Мы уверены, что Земля все-таки круглая. Вот вопрос. Кому и зачем нужно распространять информацию, что наша планета Земля плоская? Это уж поищите вы сами, пожалуйста. Подумайте. Включите разум. Так. Уважаемый Давид, что вы можете сказать о канале «Лаборатория гипноза и их практиках». Так. Анна. Добрый день, Давид. Хочу обратиться к вам с вопросом о передаче Аркадия Орлова «Энергоинформационный гипноз». Ну, можем ответить просто двумя словами. Работает с Нижними мирами. Он передает информацию. Они скачивают энергию с его клиентов. Ну, а дальше вы уже решаете сами. Так. Десять-десять. Многоуважаемый мной Давид, если с отчетом нужным ответ мой вопрос, душа женщины, которая сделала не один обор. Идет в Нижний мир. И как искупить этот грех при жизни? Хороший, интересный вопрос. Но, к сожалению, искупить этот грех при жизни не дано. Но, но, если пришло действительно осознание, осодеянное и покаяние изнутри, не здесь, а здесь. Но мы знаем, что дворец вас услышит. Услышит и отзовется. Так. Шесть-зет. Алла. Уважаемый Давид, расскажите, пожалуйста, о школе причинности Гоч-Василия. Да. Ну, Алла. Во-первых, мы уже об этом говорили. У нас был этот вопрос, и мы на него отвечали. В одной из наших предыдущих встреч. Но, вкратце, мы можем сказать, что Гоч-Василий уже не в миру. Маг. Достаточно высокого ранга. И загубил он, и продолжает губить большое количество человеческих душ. Он имел прямую связь с нижним миром, где сейчас и пребывает. Так. Ну, я думаю, на сегодня нам вопросов хватит. А вот, переходя к нашей основной теме, мы хотим подвести итог тому, что мы узнали о жизни после смерти. И постараемся изложить по пунктам. Сделав ниже следующие выводы, они, конечно, не являются исчерпывающими. Но они представляются нам наиболее важным и интересным. Итак, пункт первый. Потусторонний мир не является фантастическим видением, в котором души замерли в состоянии экстаза, созерзая Господа. Никто здесь не парит в облаках, играя на арфе. Это место с морями и ландшафтами, городами и домами. Место, которое напоминает наш материальный мир и отличается лишь большей частотой вибрацией. Здесь есть сады, университеты, библиотеки и приюты для вновь придушек с земли. Но нет фабрик, пожарных станций, мусорных свалок и дымовых труб. Здесь не бывает грязной работы. Одним словом можно сказать, что это мир необывалой красоты. Кунг-2. Потусторонний мир начинается у поверхности земли и уходит в бесконечность. И земля является как бы центром этого мира. Три. Чтобы было сделать мне, конечно, конспект. Ну ладно. Краткий. Ушедшие обычно не называют свой мир небесами. Их мир – это множество сфер, которые начинаются от самых привычных и приятных для новичков, только что совершивших переход, до сфер, неописуемых великолепия и совершенства, которых они только слышали, ну или в лучшем случае посетили, а также мрачных, унылых зон, где обитают души низшего порядка. Четыре. Медленные земные вибрации притупляют нашу способность чувствовать присутствие духовного и божественного. Более частые вибрации потустороннего мира, или того, что мы называем астралом, повышают нашу восприимчивость к духовному, божественному, отделяя его от нашего мира. Не больше, чем от астрального. Однако души более чутко его воспринимают. Ушедшие люди остаются самими собой после того, как совершат переход. Их личность, привычки и характер, какими бы они ни были, плохими или хорошими, сохраняются. После перехода с ними не происходит никаких чудес. Астральное тело – это не воскресшее плоть. Оно существовало всегда и служило внутренней оболочкой души. Кота была воплощена в физическом теле. Вот когда физическое тело умирает, внутреннее тело естественным образом становится внешним, подобно тому, как это происходит, как мы уже когда-то отмечали, со змеей, когда она меняет кожу. Души не являются всеведущими. После смерти они не получают ответов на все вопросы, которые занимали их на земле. Многие даже не понимают, что с ними произошло. Некоторые, особенно те, которые были уверены, что смерть – это полное исчезновение, отказываются поверить, что они умерли, поскольку все, что их окружает в астральном мире, очень похоже на земной мир, который они только что покинули. Хотя души остаются самими собой, жизнь в астральном мире более яркая и насыщенная, и совсем не призрачная. Астральные сущности не скованы никакими ограничениями. Они могут общаться телепатически, с большей частью точностью, чем это позволяет неудобная речь. Ибо для того, чтобы передать некоторые вещи, бывает сложно подобрать слова. Ментально это сделать проще. Они могут перемещаться с места на место силой мысли, хотя могут и ходить пешком, если того пожелают. Их разум острее, их эмоции более глубоко прочувствованы, как положительные, так и отрицательные. Они видят и слышат, как прежде, но с большей остротой. Старые дряхлые или поврежденные тела, которые они покидают, не следует за ними потусторонний мир. И все же у них есть тело, которое делает их узнаваемыми для тех, кто знал их на земле. Личность несет с собой отпечаток своей неповторимой вибрации, излучения ауры, по которому ее узнают другие. Создатель ставит души в трудные условия на земле, потому что любит их. Он хочет, чтобы они росли духовно, умножая свою мудрость, любовь и силу. Он знает, что единственный способ дать душе возможность проявить все лучшее, что в ней есть, это поставить перед ней трудные задачи. Так же это делают, например, наши учителя в школе или тренер в спортивном зале. Но он никогда не ставит перед душой задачи, которые она не в состоянии выполнить. Никогда, подчеркиваем, не ставит перед душой задачи, которые она не в состоянии выполнить. В конечном итоге создатель хочет, чтобы мы стали максимально похожими на него, богоподобными сущностями. Формирование души, развитие личности это главная цель нашей жизни на земле и в жизни за чертой. Возможность проявлять свободу воли совершенно необходима для прогресса души на всех уровнях. еще раз подчеркиваю. Возможность проявлять свободу воли совершенно необходима для прогресса души на всех уровнях. А сейчас, пожалуйста, подумайте, имеете ли вы свободу воли. Или как? Путешествие к другим обитаемым планетам представляет нам божественный замысел таким, каким мы его уже обрисовали в общих чертах. Потому что божественный замысел, как мы полагаем, является общим для всей Вселенной. Потусторонний мир это пестрое сообщество, в котором представлены самые разные личности, и большинство из которых небезупречны и несовершенны. Многие из них также не заинтересованы в том, чтобы расти духовно, как они не интересовались этим на земле. Но лучшие из них стремятся к прогрессу души. Души в астральном мире могут находиться только там, где им позволено быть в данный момент в зависимости от частоты их вибраций. Их прогресс должен быть постепенным. они не смогут пересечь границы сферы с более высокими вибрациями, если они не готовы к этому. Здесь царит справедливость и отсутствуют взятки. Как понимаете? Это несомненно. Это закон кармы. Они сами притягиваются к тому месту, где должны находиться по своему уровню развития. Они не могут продвигаться вперед, пока не изменятся настолько, чтобы сделать этот шаг. Здесь мы хотим немножко так сказать, дойти в сторону. Бывают, бывают души-бедлецы. Бывают. Которые сбегают из нижнего мира. И пусть вас не шокирует, но буквально вчера мы с такой душой сталкивались, но их отлавливают и отправляют туда, где они должны быть. Так вот, многие из них ставили перед собой амбициозные цели в плане саморазвития из душ имеется в виду. Пока не воплотились в физическом теле и плотно земной материи не заставило их забыть о том, ради чего они пришли на землю. Подчиненные принципам материального мира они потеряли ориентацию. После смерти они к своему разочарованию обнаружили, что не смогли достигнуть цели, к которым так стремились. И многие из них с этим смирились. Потому что достигли роста другим путем. Вот потусторонний мир предоставляет возможность для любых разумных интересов и увлечений. Науки, музыки, теологии, астральной архитектуры, строительства и многого многого другого. Это, если сказать кратко, счастливый, увлекательный мир, полный трудных задач для тех, кто хочет расти духовно. В астральном мире нет физических опасностей и болезней. Еда здесь необязательна, а в сне нет необходимости. А вот о естественных потребностях даже не упоминается. И вот многие обитатели астрального мира проявляют живой интерес к событиям на Земле и стремятся содействовать ее духовному прогрессу. Многие или даже большинство самых гениальных земных изобретений были подсказаны душами, передающими свои идеи телепатическим путем. Не забывают ушедшим и своих родных, которым они часто стараются помочь тем, что мы можем назвать обратной молитвой. души окружены всепроникающим божественным светом, полным сочувствия и любви. Этот свет не осуждает их, скорее они судят себя сами. По мере того, как души продвигаются вперед в своем развитии, они становятся все ближе к сердцу своего Создателя. Они прославляют свет в торжественных церемониях, которые сопровождают величественную музыку и световые представления. Похоже, музыка является высшим искусством астрального мира. При этом большинство духов отмечают ее вдохновляющее внимание и влияние. прошу заметить, мы говорим о музыке, о музыке, а не о фахфоне и звуках. А вот музыка и свет тесно связаны между собой. Живопись, танец, театр и архитектура также находят достойное место. Можно с уверенностью сказать, что чем более утонченным эстетическим вкусом обладает человек в этом мире, тем свободнее и комфортнее он будет чувствовать себя в высших сферах астрального мира. В театре астрального мира особенно интересно наблюдая исторические представления. Особое удовольствие доставляют постановки, которых параллельно с историей, как ее представляют себе земляне, показывают то, что происходило на самом деле. То есть две картинки. Одна та, что пишут в книгах и показывают плотным телам. И в даре то, что было на самом деле. к сожалению, они часто очень, очень, очень сильно отличаются. Но такое возможно только в астральном мире. Важнейшее место в жизни душ занимает чтение, знание, интуиция, мудрость. Над этим в астральном мире нужно трудиться. Это должно быть заслужено. С другой стороны, разум здесь приобретает большую остроту. И обучение происходит быстрее. Изученное остается в памяти и не забывается. В астральном мире есть сферы мрака, где обитает большое число душ. То, что порой называют страной мрака, представляет собой огромный мир с различными условиями жизни. Пейзажи его варьируются от убогих грязных трущоб до мрачных безжизненных пустынь. Здесь нет света, царящего в высших сферах. Вместо этого все затянуто унылым сумраком. И здесь обитает заблудшее, погрязшее, материально сбившееся с пути или упорно нежелающее раскаиваться души. Душам из верхней, из более высоких миров позволено нечасто один-два раза посетить этот мир. присопровождающий для того, чтобы познать его. Некоторые из этих душ, находящихся в нижних мирах, настроены агрессивно и пытаются навредить людям на земле. Они собираются группами, чтобы мешать всему, что может принести пользу человечеству. И вот души миссионеры есть такие, оказывают помощь обитателям страны мрака. Эти потерянные души могут стать свободными, если признают свои заблуждения и преступления и раскаются в них. Некоторые так и делают и в конце концов так поступает большинство. Но многие лишь насмехаются над теми, кто желает им помочь и предпочитают свою убогую жизнь возможности достигнуть прогресса в высших сферах, перед которыми они испытывают страх. Одна из форм ощущения в низших астральных сферах это погружение в грубые удовольствия, лишенные духовного содержания. Однако то, что начинается как удовольствие, в конце концов вызывает отвращение и отторжение. Ни одна душа не обречена на вечно находиться в сферах мрака. Однако Бог никогда не будет вмешиваться и препятствовать нашей свободной воле. Он будет без устали взывать к нам, но никогда не станет заставлять нас что-то делать. Существует три основных способа добиться прогресса в потустороннем мире. Признание собственных недостатков, служение другим и стремление к продвижению высшей сферы. Служение другим требует труда, усилия, жертвенности. И речь не идет о божественной сущности, требующей, чтобы ее превозносили и прославляли в молитвах. Это не поможет нашему прогрессу, духовному прогрессу. В астральном мире нет никаких строгих символов веры или религиозных доктрин, которые души должны признавать. Вы можете быть баптистом, католиком, мормоном, индуистом, буддистом, мусульманином или англиканцем. Это не имеет никакого значения. В любом случае, многие из излюбленных земных религиозных долгом ошибочны. И чем скорее мы это признаем, тем лучше это для нас. И вот опыт потустороннего мира, как правило, создает новую систему представлений, которая лучше отражает порядок вещей, чем любая земная теология. В астральном мире нельзя спрятаться под маской. Характер ауры, которая вас окружает, расскажет всем, кто вы есть. Даже дом, в котором живет душа, отражает ее положение в духовном мире. на первый взгляд это может показаться унизительным, однако служит стимулом к тому, чтобы прилагать больше усилий для собственного совершенствования. у душ ощущение земного времени быстро исчезает. Время здесь есть, но оно не похоже на земное с его датами, сроками и расписанием. супруги, родственники, друзья, бывшие учителя и ученики из недавних жизней или давно забытых могут снова встретиться и возобновить прежние отношения. Если два человека, любившие друг друга на земле, хотят продолжить свои отношения после смерти, и они обладают сходным уровнем развития, ничто не мешает им, ничто не воспрепятствует. Многие души, ну подчеркиваю, сходные уровни развития. Сходные уровни развития. Многие души являются членами больших духовных семейств. или групп душ, которые ожидают их после совершения перехода. Принятые в этой семье, они чувствуют, что вернулись домой. Души в астральном мире встречают богоподобных сущностей, далеко продвинувшихся в своем развитии. Учителей, которые спускаются из высших сфер, чтобы способствовать прогрессу к сферам несравненно большего знания величайшего счастья. Переходя в каждую последующую сферу, душа меняет свое тонкое тело, так же, как это происходило в момент физической смерти. Она получает тело, обладающее меньшей плотностью и наделенное большей способностью воспринимать знания и быть счастливой. У душ есть одежда. Астральное одеяние создается разумом, хотя гардероба как такового здесь нет. Наши молитвы за ушедших весьма действенны и встречаются с благодарностью. души, забытые своими земными друзьями и родственниками, могут испытывать одиночество. Еще раз, души, забытые своими земными друзьями и родственниками, могут испытывать одиночество. В астральном мире воспитываются дети, всех возрастов. Они не превращаются волшебным образом во взрослых, только потому, что умерли преждевременно. Одна из самых благородных профессий в астральном мире – воспитание сирот. Большое число душ занято этой работой. Работой, которая переносит им большое моральное удовлетворение. Астральный мир – это неунылое место, где не бывает смеха и радости. К примеру, астральный театр добродушно подшучивает над заботами земного мира, которые теперь кажутся забавными. Развлечения также имеют более духовный характер. Что касается душ маленьких детей, то им нравится слушать истории о загадочной планете Земля, которая чуть было не стала их дома. Многие души продолжают отправлять придуманные человеком религиозные обряды, как это было на Земле, пока не открывают для себя более глубокую духовность, свободную от бессмысленных символов веры, доктрин и догм. Христиане в подостороннем мире продолжают отмечать Рождество и Пасху, однако интерпретируют их смысл в соответствии со своим новым пониманием личности Христа. Не как Бога, а как великого Учителя, глубоко почитаемого во всех сферах. Некоторые говорят, что видели Христа. Каждый видит Христа таким, каким его себя представляет. По-видимому, такое же относится и к личности Спасителей в других религиях. Мы этого не знаем. Мы общаемся только с Христом, с Иисусом. Когда человек совершает самоубийство, он отправляет себя в мир, где для него еще не приготовлено место, и уносит все свои негативные чувства и переживания с собой. Поэтому большинство источников предупреждают об опасности самоубийства. И все же для этих душ есть надежда, особенно если за них молятся на земле. Самоубийство не может положить конец земному аду и не решает проблему. В астральном мире возникают такие же человеческие дилеммы, как и на земле. Например, навыки судьи, приобретенные на земле, сослужат добрую службу в потустороннем мире. Так душу матери-еврейке, прикованную ненавистью к своему палачу, нужно было освободить и научить ее простить этого человека. Решение проблем в астральном мире также необходимо, как и на земле. Души с удовольствием придаются своим увлечениям, которые могут быть самыми разными. В астральном мире много свободного времени. Поэтому иногда наступает скука и тоска по земному миру. И будущее некоторых душ поражает воображением. Вы сохраняете свою индивидуальность и осознаете присутствие Бога. Вы в курсе своей земной истории от А до Я. Вам принадлежит все планетарное существование. Ну, вы можете спросить, а что говорится о реинкарнации. И мы с удовольствием вам ответим, что эта тема требует отдельного рассмотрения. Ибо реинкарнация рассматривается как ключ к духовному росту. И поэтому занимает важное место в божественном замысле. Душа может принять решение не возвращаться. И многие так и поступают. Достигнув определенного уровня духовного прогресса, однако физический мир это своего рода школа для обучения и развития. И многие души выражают желание вернуться, чтобы пройти несколько реинкарнаций. Души, решившие реинкарнироваться, понимают, что новое рождение не будет для них праздником. Они хотят вернуться в условия земного мира не потому, что так будет легче и приятнее для них, а потому, что надеются на земные трудности и препятствия, которые помогут им проявить себя. Для более зрелых душ возвращение на землю будет напоминать ощущение преподавателя, начинающего новый семестр после летних каникул. И, подводя итог, мы хотим дать несколько пунктов для гармонии душевного равновесия, которые нужно лишь только исполнить. Это несколько простых правил, правил, которые нужно соблюдать, находясь в плотном теле. Первое. Не отвечайте агрессивностью на агрессивность, агрессивность своего рода психический кашель, который способствует распространению инфекций. Кашляя сами, мы подталкиваем кашлять других. И далее. Если собеседник ведет себя неадекватно, попробуйте увидеть не цель, а причину его поведения. Если это не удается, просто уходите от общения с неадекватными людьми. Отвечайте на их реплики максимально корректно и односложно. Не вступайте в случайные эмоциональные отношения, например, в общественном транспорте. Не вздыхайте со случайными собеседниками о проблемах бытия, тем более о политических и прочих происходящих действиях. Учитесь управлять своим воображением, ибо в противном случае вы станете легкой добычей психических вирусов. Страдать в некоторой степени полезно. Это закаляет, как окунание в прорубь. Застревание в страданиях вредно. Никто не может жить в прорубь. Чувство вины – полезный груз. При условии, что вы пользуетесь им для развития силы своей души, как штангой в спортзале. Если вы носите его с собой постоянно, надорвете психических ребят. Обвинять и мучить себя так же глупо и безнравственно, как мучить и обвинять других. Давайте советы только тогда, когда вас спрашивают. Стремитесь не к победе, а к истине и миру. Волевая личность достойна уважения. Но иногда нужно отпустить ситуацию и занять позицию наблюдателя. Это помогает не бороться с ветряными мельницами, а заглянуть на ситуацию сверху. Вы не можете считать, что правы, пока не посмотрите на ситуацию глазами другой стороны. И вы действительно посмотрели. А с другого бока? А сзади? А снизу? Любая душевная боль, подобно высокой температуре, очищает организм от вирусов. По возможности согревайте других своим душевным теплом. Занимайтесь периодически психическим голоданием. Полезно иногда подумать о вечном. Побыть в полной тишине, в полном одиночестве. Послушайте настоящую музыку, несущую тепло, несущую смысл жизни. Не объедайтесь. Предел общения с человеком 8 часов в сутки. Помните об этом. Не перегружайте его и себя. Помните, что любовь к людям начинается с любви к себе. К сожалению, некоторые думают, что любовь к себе – это любовь к своему эго, к своему плотному телу. Это не совсем так. Об этом мы говорили в наших предыдущих лекциях. И еще, к сожалению, некоторые на первом пункте, то есть любви к себе, и останавливаются. Нравитесь вы кому-то или нет – это абсолютно не важно. Главное, чтобы люди нравились вам. Опережающая доброжелательность создает положительную петлю во взаимоотношениях. Пока человек не доказал, что он плохой, считайте, что он хороший, добрый и порядочный. Плохих людей нет. Есть слабые, неадекватные, заблудившиеся в жизни и те, на кого нам не хватило душевной мощности. Будьте ответственны за свои слова, но старайтесь не ждать от других того же. Иногда полезно притвориться глупым. Принцип «ты мне, я тебя» работает в младших группах детского сада. Мы не знаем, что приносит людям больше неприятности – сайма несправедливость или борьба с ней. А вот одиночество означает лишь то, что вы остались наедине с самым близким и любимым для вас человеком, то есть самим собой. Вмешиваться можно только тогда, когда быть в стороне уже действительно нельзя. Вас не просят – не лезьте, пожалуйста. Желание нравится – совершенно естественно. И ваше, и чужое. А вот нравится всем – и невозможно, и не нужно. Помните, что любой стереотип, любая установка ограничивает поле вашего зрения. Вы добровольно надеваете на себя шоры. Относитесь спокойно к чужим словам. Все, что вы пускаете в душу – ваше. Все, что не пускаете – пролетает мимо. То, что говорится о вас – или правда, или ложь – на правду обижаться глупо. На ложь – глупо вдвойне. Ну, а мы, прощаясь, хотим пожелать, чтобы все, что мы обсуждали сегодня, было направлено только во благо. Чтобы наши слушатели и все люди на планете вошли с полнотой понимания в духовную жизнь, под которой понимаются мысли, чувства и действия, направленные на развитие любви в сердце, мудрости в разуме и духовной чувствительности в энергии духа. Мы надеемся, что не очень вас утомили наши дорогие и любимые слушатели. Потока истинной любви, который будет направлен на достижение любых ваших жизненных целей и желаний вашей души. Бог есть любовь. Надо только это вспомнить. Ну, а мы с любовью к вам остаемся. Ваш Давид Шмидов. Спасибо, дорогой Давид. Всегда концовка такая духоподъемная. Всего доброго и до новой встречи. Вставайтесь с Богом.